Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено 4 хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск. В течение ночи оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины. Среди них 8 командных пунктов и узлов связи, 1 радиолокатор подсвета наведения зенитно-ракетного комплекса С-300, 1 пусковая установка ракетного комплекса ТОЧКАУ, 6 складов с боеприпасами и 2 склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 4 беспилотных. В районах населенных пунктов Чернобаевка, Индустриальная, Гурты и Нижняя Крынка. Всего с начала проведения специальной военнооперации уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппаратов, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других боевых бронированных машин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники. По подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах с северо-западной Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций, была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные средства массовой информации. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах.